Приветствую вас, я думаю, шпион ответить на ваш вопрос можно было бы достаточно просто, но в то же время очень глубоко сказать, что желательно помочь вам полюбить себя. Желательно вам помочь принять себя, принять свои чувства, свои эмоции, свои желания, научить заботиться о себе, научить ценить себя. Уважать себя, любить себя. Понимаете? То, что вы демонстрируете сейчас, можно охарактеризовать как созависимое поведение, созависимая модель отношений, потому что вы тяготеете к человеку, который высказывает вам свое пренебрежение. И вы сами говорите о том, что понимаете, что отношения нужно завершать, но почему-то этого не делаете. То есть вы никак не раскрываете то, почему, а вы не завершаете эти отношения. То есть вы говорите просто, что я не смогла, вы просто говорите, что не смогла. Но это, на мой взгляд, не совсем тот ответ, который можно ждать от взрослого человека, достаточно взрослого для того, чтобы, например, работать, чтобы иметь возможность уйти от своих родителей и так далее. То есть мне кажется, этот момент вам нужно для себя преследовать обязательно. то есть преследовать вот этот вот характер взаимодействия с мужчиной и может быть даже с собой, может быть даже с самой собой. Вот, возможно. Я тут сейчас не буду и не берусь говорить. Наверняка. Вот. Ну, примерно в таком ключе вам можно и нужно двигаться. Ведь прийти в себя вы не можете, потому что всё у вас завязано на, получается, человеке. всё у вас завязано на мужчине, в которого, ну, в которого вы влюбились, например. Да? Получается так. Но в данном случае любовь, она причиняет вам боль. В данном случае любовь очень сильно бьёт по... и мне кажется, что это неприемлемо. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить. То есть получается, что после того, как вас мужчина во всем вас обвинил, да? Вы всё равно готовы с ним быть. Всё равно сделаете, что он вам напишет. Вы говорите, что мне хватает любви, ласки и тепла. Вот это, вот то, что вам не хватает любви, ласки и тепла, желательно раскрыть. Потому что здесь я вижу некое обесценивание себя, некое расслоение, расщепление себя. И мне думается, что отчасти именно поэтому вы и не смогли построить отношения с мужчиной, потому что вы делали всегда для него очень много. Само что, ему это было, ну, если и нужно, то не так сильно, как вам. То есть вот то, что вы не берёте ответственность за свои чувства. Например, когда говорите, что мне не хватает ласки и любви и так далее, то что вы как будто бы от человека это ждёте. Вот. Мне кажется, кажется, является также проявлением проблемы. Такая вот история и, в принципе, так можно вам ответить и именно такой вам можно дать ответ. Опираясь именно на то, что вы написали. Можно ли вам помочь? Да, можно. Можно ли помочь вам прийти в себя? Да. Да, можно. Для этого, для этого нужно вам помочь выйти из тех созависимых отношений, в которых вы сейчас оказались. Вот. Я думаю, примерно так можно вам ответить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешит. Спасибо. 制作bedы. Продолжение следует...